Я предлагаю пойти к следующему гостю, который уже здесь. Действительно, я тоже предлагаю поговорить на такую важную тему. Это, конечно же, касается экологии и касается она Крыма. У нас в гостях Юлия Боварева, заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым. Доброе утро, Юлия Владимировна. Доброе утро. А будем мы с вами говорить сегодня о национальном проекте «Чистая страна». Хотелось, чтобы вы нас больше погрузили в эту тему. Сказали, что именно подразумевается под этим проектом. Ну, с целью выполнения указа президента, так называемых майских указов, у нас в Крыму создан региональный проект в рамках национального проекта «Экология. Чистая страна». В рамках этого проекта подразумевается рекультивация двух полигонов, уже закрытых в Крыму. Это в городе Судак и в городе Белогорск. Позвольте уточнить, что такое рекультивация? То есть был полигон, там лежали горы мусора, что с ними сделали? Смотрите, рекультивация полигона помогает нам... Делается рекультивация. К сожалению, у нас в Крыму есть закрытые полигоны, да, это старые свалки, возможно, стихийные, возможно, это санкционированные полигоны были. Она помогает нам избежать экологически негативного воздействия на экологию. И также улучшить экономический эффект от этих земельных участков, получить какой-то экономический эффект. Рекультивация бывает разная, но в данном случае, вот в нашем случае в Крыму, это будет биологическая рекультивация. То есть она подразумевает с тобой технический этап и биологический этап. Технический этап заключается в создании защитного экрана над свалкой, над телом полигона, который поможет избежать попадания осадков и, соответственно, образования фильтрата, который может негативно воздействовать на почву. Создание экрана, затем создается дренажная система, куда ливневые источные воды попадают и отводятся, минуя самих отходов ТКО. И затем создается система дегазации в случае необходимости, если в свалке во время брожения органических отходов были образованы свалочные газы. То есть перед тем, как вообще приступать к рекультивации, специалисты определяют объемы накопления свалочного газа, класс опасности отходов, степень их негативного воздействия на окружающую среду. И в зависимости от этого уже, конечно, многое зависит сам процесс рекультивации. В дальнейшем, когда технические этапы рекультивации выполнены, то есть построен экран, сделана дренажная система, сделана система дегазации, это все засыпается плодородным слоем почвы, высаживаются кустарниковые, либо древесные растения, либо даже газонная трава. И эти участки используются уже либо как лесопарковые участки, как рекреационные зоны. В дальнейшем, в зависимости от класса опасности отходов и степени их негативного воздействия на окружающую природную среду, там могут даже строить жилые микрорайоны. То есть через 10 лет, если это был пятый класс опасности, через 15, если четвертый и так далее. То есть это все просчитывается, и в принципе мы получаем участок пригодный для использования. Я так понимаю, что с помощью рекультивации сводятся практически к нулю вот эти все риски, что свалка может загореться, может взорваться, да, или там еще... Совершенно верно. Мы полностью уходим от негативного воздействия на окружающую природную среду. С помощью системы дегазации мы полностью избегаем возможности взрыва, возможности неприятного запаха и так далее. То есть совершенно верно, рекультивация помогает нам полностью вернуть первозданный, можно сказать, первозданный вид, по крайней мере, по отношению, может быть, к окружающей среде. Елена Владимировна, то есть получается, что согласно национальному проекту у нас вот эти две старые заброшенные свалки будут полностью рекультивированы? Да, эти свалки будут полностью рекультивированы. А почему выбраны именно они? Дело в том, что, конечно, в Крыму не только проблема в этих двух городах, не только проблема в этих двух свалках, но тут что можно сказать? Очень жесткие критерии отбора в соответствии с паспортом проекта «Чистая страна», очень жесткие критерии отбора. То есть мы отбирали свалки, которые расположены не просто в границах населенного пункта, а которые расположены в границах города даже. Понятно, что таких свалок, имеющих пакет документов о закрытии полигона и так далее, в Крыму удалось найти только две. Но это не значит, что остальные свалки в Крыму останутся без внимания правительства, без внимания Министерства экологии Республики Крым. У нас также пять полигонов в Крыму, предусмотрена их рекультивация в настоящее время ведется, предусмотрена федеральной целевой программой, ну где-то ведется, где-то еще готовится проектно-сметная документация, и для несанкционированных стихийных свалок малых также предусмотрены планы ликвидации, и в скором времени, конечно, в Крыму этой проблемы уже свалок не будет. А в скором времени это в каком? Приблизительно 5-10 лет или чуть больше все-таки? Региональный проект «Чистая страна» будет завершен, максимальный срок завершения это 2024 год. То есть сейчас у нас готовится проектно-сметная документация, потом будет уже заниматься непосредственно рекультивацией. Другие свалки также в период 2023-2024 года, которые предусмотрены федеральной целевой программой, также их рекультивация будет завершена. В конце этого года прогланируется завершение рекультивации полигона Каменки в Симферополе. То есть для ликвидации стихийных свалок там вообще строки достаточно сжатые, и в принципе их будут ликвидировать в ближайшее время. Поэтому для каждой планы ликвидации, конечно, нельзя назвать конкретную точную дату, но в ближайшее время все изменится. Ирина Владимировна, вот вы описали эту методу, просто фантастическую, и экран, и дренаж, и все. Это очень высокотехнологичные процедуры. Сколько стоит рекультивация? Сколько денег на это надо? На это невозможно однозначно ответить, потому что это зависит от размеров свалки. Вот говоря о судакских. Еще проектно-сметная документация находится на утверждении. К сожалению, также пока про деньги, про количество, точную сумму невозможно сказать, потому что все зависит, я еще раз говорю, от класса опасности отходов и от размеров свалки, от рельефа, от удаленности от жилых микрорайонов. Ну, то есть очень много критериев. Однозначно, к сожалению, ответить не смогу. Ну, а вот по этим свалкам, если говорить по размерам, то какую они территорию занимают? Можно уже сказать, например, территорию в поселок, или может даже чуть больше, или может меньше? Ну, вообще региональным проектом предусмотрена рекультивация 7 гектаров свалки. То есть это достаточно приличная территория, но у нас тоже в процессе уже проведения проектно-сметной документации мы установили, что площадь на самом деле немного больше, и будем также ее увеличивать до 11 гектаров. Большое вам спасибо. Мы искренне желаем, чтобы все планы сбылись в самые кратчайшие сроки, чтобы не было никаких у вас проблем на пути к преображению нашего полуострова. Так и будет. Обязательно. Спасибо большое. Ну, мы тоже за чистый Крым. А сегодня, я напомню, у нас в гостях Юлия Богорева, заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым. Мы двигаемся дальше и прямо сейчас предлагаем посмотреть о том, какое же самое важное событие привлекло наше внимание.